уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов сегодня у нас как бы специальный выпуск дело в том что очень много вопросов приходит причем как от моих знакомых старых которые пользуются моими книгами так и от молодых людей которые только вступают в жизнь особенно в такую естественно научную или зоологическую про календарь речь идет о календаре на 2021 год да это календарь полностью посвящен основам устройства мозга миноги но и тут же возникает вопрос но вот столько сил красоты значит которая была сделана в рамках этого проекта зачем они затрачены но здесь надо несколько слов сказать вот у меня рядом со мной лежит некоторое количество книжек эти книжки как раз отражают 150-летнюю историю изучение этого замечательного объекта который называется круглород и то есть это миноги и миксины в этих книжках так или иначе много очень времени уделено этим существам но дело в том что как раз круглород и стали жертвами к сожалению стали жертвами того что сейчас очень широко используется бич науки это популяризаторы и преподаватели но в чем дело не то что это плохие люди нет хорошие они привлекают внимание к тем или иным проблемам прекрасно пишут о многих тонких вещах ну пример самый известный в области энтомологии это книжки моряковского он писал замечательнейшие книжки там юному энтомологу и так далее которые действовали на подростков советские времена так что им тут же хотелось начинать заниматься этим самыми вещами я тоже не избежал влияния многих таких книг и поэтому популяризаторы особенно пишущие для детей это серьезное дело и надо всячески его поощрять другое дело что когда полюбит популяризаторы пишут для взрослых как бы излагая кратко тут мы к сожалению сталкиваемся с тем что их умозрение зачастую комплексы которые человек накапливает свою жизнь или их убеждение непонятно чем основаны они становятся как бы общим местом то есть нет не требующего доказательствами фактами вот тоже самое случилось и с круглородами началось все еще восьмидесятых годах 19 века тогда много серьезных зоологов и соответственно сравнительных анатомов занялись этими интересными существами ну понятно что существо у которого нет челюстного аппарата и в начале так они долгое время назывались чисто агната то есть без челюстные или круглород и потом стало распространяться название они представляют огромный интерес потому что это эволюционно очень древняя группа и изучая ее даже уже вторично специализированную нервную систему можно узнать очень много нового о том что происходило с нашими мозгами в период их формирования то есть речь идет о событиях отодвинутых от нашего времени на колоссальные сроки то есть речь идет о 550 миллионов 600 миллионов лет назад то есть это самое заря появление вообще позвоночных то есть это хордовые существа бещелюстные только часть исследователей очень небольшая очень редкие личности занимаются современными исследованиями этих вымерших существ имеется ввиду и гетероостроки и остеостроки которые проливают по каплям свет на эволюцию этих организмов поэтому изучение современных наших так сказать соотечественников живущих в наше время минок и миксин представляет огромный научный интерес но как ни странно этого дела так и не произошло по сути дела описав больше 150 лет назад замечательных этих существ там небольшое количество авторов около десятка самые известные сделавшие большой вклад это паркер конечно здесь это его книжка есть паркера оригинал 1899 года а до этого знаменитые сравнительные анатомии видерсгейм она тоже здесь в стопочке стоит они как раз и показали что эти существа построены по уникальному по уникальной конструкции и механизмы их работы мозга как раз и представляют ту самую архаику с которой все началось то есть началось истории эволюции позвоночных так вот удивительно написав описав миногу и ручьевую и морскую они сделали несколько известных публикаций которые пошли потом вошли потом в зоологические учебники удивительно другое что после этого этим практически не занимались и здесь стоит учебник и знаменитый шимкевич и сравнительной анатомии и другие книжки самых известных отечественных авторов шмальгаузен и даже здесь не поставил потому что его сравнительная атомия на самом деле является таким гибридом из старинного видерсгейма конца 19 века и холодковского с извлечениями и шимкевича то есть на самом деле из-за того что было неохота переделывать этот материал перепрепарировать произошли все эти несчастья вот единственное кто отличился это а веренцев который написал руководство к практическим занятиям по залоге это выпендривался перед девушками поскольку он был приват доцентом санкт-петербургского университета и преподавал на высших женских курсах тут уж подвести было нельзя и кстати говоря только у него одного в описании был показан что существуют следы спирального клапана желудочно-кишечном тракте речной миноги но это так слову то есть он хотя бы перепрепарировал но не его задачу не входило от научное описание это только инструкции по препаровке и современные книги и кордон конью и news и ряд других авторов они в общем-то украсили старые работы современными данными по биохимии там ему ноги стихими но в общем-то ничего не добавили то есть единственный прорыв был это ариенс каперс 1921 году который написал сравнительную анатомию большую хорошую все перепрепарировав и пересмотрев сам а потом когда возникла вот так книжка стоит возникла необходимость издания этого руководства на английском языке к нему присоединился еще парочка английских авторов англоязычных скажем американских точнее хюбер и грозби значит грозби я еще застукал старушечку значит которая приезжала и которая фигурировала на некоторых конференциях по сравнительной анатомии но это было в основном к сожалению украшение поскольку она ее задачу уходила качественный анатомический перевод и к самой книге она имела весьма косвенное отношение вот собственно говоря вся ситуация то есть по сути дела из учебника в учебник благодаря некоторой праздности желанию так сказать вообще пообсуждать как популяризаторы науки кочевал одно и то же описание причем не имеющие отношения по большому счету к речной миноги потому что паркер описывал морскую миногу тромизон маринус и это самая морская минога она в общем-то существенно отличается от речной то что она больше немножко имеет другое строение хотя виды довольно близки но в общем-то для преподавания этого было достаточно поэтому обижаться здесь не на что но когда у тебя возникает вопрос о гомологиях конструкции головного мозга человек вынужден этим заниматься поэтому я и начал всю работу по новой я начал точить ножи заливать ловить и собирать миног заливать их в парафин изготавливать срезы то что сейчас видите на картинках ну и потом соответственно исследовать потому что для того чтобы снять такой календарь в котором довольно много гистологических препаратов нужно потратить очень много усилий в чем дело дело в том что для таких получения таких картинок нужно я бы сказал даже необходимо каждый раз подбирать своеобразные объективы и окуляры которые позволили предельно точно передать довольно большие срезы поэтому приходится для каждого снимка возиться и с оптикой специально переделать микроскопом бы 11 ну потому что не жалко пилить ножовка если там понадобится и специально создавать конструкции которые позволяют собственно говоря насладиться не только мне этими чудесными препаратами и мозга и тела миноги но и как-то донести это до вас по этой причине календарь собственно говоря является неким таким введением в будущую книжку посвященную центральной нервной системе и сенсорным органам круглородов не могу сказать что до меня не было предшественников здесь замечательная книжка третякова органа чувства личной миноги которая для начала двадцатого века была огромным прорывом к сожалению в последующих особенно западных руководствах эти данные не были учтены я считаю что это несправедливо постараюсь компенсировать своих работах поэтому уважаемые господа причина создания этого календаря это попытка посеять разумное доброе вечное с помощью таких доступных методов насколько это получилось ну посмотрим по продажам календаря не думаю что это будет популярная вещь как розовые котики или разноцветные лошади на этом до свидания так Субтитры создавал DimaTorzok